Отзывы о книге Марианна. В огненном венке автор Бенцони Жульетта. Ссылка на книгу в описании под видео. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Эту серию книг о приключениях очередной бойкой красавицы я обнаружила в семейном книжном шкафу в школьные годы и мгновенно проглотила все шесть томов. До того они оказались увлекательны. Но еще бы не превзойденный французский шарм, антураж наполеоновской эпохи, политические и любовные интриги, войны, сражения, колоритные герои, дворцы, балы, приемы, роскошные туалеты, богатые экипажи, влиятельные кавалеры. И посреди всего этого Марианна умница и красавица, покорительница сердец, ведомая ветрами авторского пера навстречу разнообразным страстям и опасностям. Думаю, это одна из тех историй, которые стоит считать как можно раньше. Не в детстве, конечно, а точно так же, как приключенческие романы Жюля Верна и Конан Дойла, она гораздо лучше будет восприниматься в юношеском возрасте, когда читательского багажа еще мало и максимализм не прошел. В 15-20 лет именно такие героини восхищают и вдохновляют. Так же, как они восхищают и вдохновляют всех вокруг на страницах романов. А сейчас Марианна воспринимается совсем иначе, кажется незрелой, слишком импульсивной, ветренной, местами раздражает. Хочется поворчать о неправдоподобности сюжетных поворотов и любовных линий, назвать героиню Мэри Сью. В общем, всему свое время. Помню, что к концу я все-таки подустала даже тогда, а сейчас, наверное, и вовсе не дочитала бы цикл. Но финал истории произвел хорошее впечатление, и цикл остался в памяти приятным книжным опытом. Выбор, который в итоге сделала героиня в этой последней книге, учитывает весь ее предыдущий путь. Это очень важно на самом деле, ведь Марианна гораздо больше, чем просто женский любовный роман. Это история жизни и приключений необыкновенной девушки, ищущей свое место в мире. Путь героя в историко-приключенческом антураже с расчетом на женскую аудиторию. Знаете, если бы я перед прочтением этой серии у Бенцо не перечитала рецензии к ним, то вполне может быть, что до самих книг руки бы так и не дошли. Уж очень они негативные в большинстве. Да, конечно, в книге, безусловно, есть минусы. И главный из них для меня – чрезмерная влюбчивость главной героини, ее готовность все бросить и бежать на край света за каждым из временных избранников, ее упертость и неготовность, или же нежелание видеть далеко не рыцарские черты характера и поведение предмета своей страсти. Но, как я поняла из прочитанного мною у автора, этой жертовностью и влюбленной слепотой у нее обладает не одна героиня. Но это такое, может, огонь у них в крови, а бабочки в голове у этих француженок, и небезызвестная Анжелика яркий тому пример. В этом случае меня порадовал финал книги. Он именно такой, каким и должен быть. Жаль только, что автор толком не раскрыла отношения Марианны с ее мужем, не уделила им большего внимания. А жаль ведь что-что, а эти отношения наиболее интересные и достойные. А кто именно остался с Марианной, не скажу, пусть вас малость покусает загадка, ибо ведь претендент-то был не один, ни одной же мне исходить нетерпением, размышляя, повзрослеет Марианна или нет. Теперь о плюсах. Наполеоновская Франция, охваченная войной Европа, разгром наполеоновских войск и планов в России. Какая все-таки интересная эпоха. Какие колоритные герои. Живые, настоящие, со своими достоинствами и недостатками. Сильные личности, стремящиеся сокрушить мир и перекроить его границы. Решающиеся на невероятные поступки, взлетающие в своей славе до невиданных вершин и также стремительно падающие вниз. Благородные мужчины, способные на мужественные и отчаянные поступки. Как же все-таки у мадам Бенсони удачно получается все это описать. Можно не любить ее героев или героинь. Можно стремиться отрицать историчность ее книг, называть их дамским чтивом, но факт остается фактом. Бенсони, одна из наиболее читаемых французских авторов любовных исторических романов, наряду с Ангалон, которая красиво и умело выписывает реальные исторические события, героев нереально интересно и познавательно. Да и сама история, если на то пошло, далеко не самая точная из наук. Продолжение следует...